Так, ну что, ребят, всем привет, делаю обзор рынка криптовалют, отвечаю на ваши вопросы, спасибо, что аж я глянул тут 85 комментариев, аж это очень много, тем более под моими роликами, и всем спасибо за то, что написали причины, под этим роликом за 13 число можете также писать свои монеты, но не забывайте указать хотя бы одну причину, по которой мне стоит разобрать ту или иную монету, и по которой, ну опять же таки, вы хотите, чтобы я ее разобрал, в том плане, что по какой причине вы ее хотите закупить, то есть, либо где-то услышали, либо там какая-то фундаментальная причина, либо еще что-то, ну в общем, вы поняли, вот, все в таком же стиле, кто будет просто писать монеты, разбирать не буду, ну и давайте перейдем к комментам, соответственно, потому что комментов очень много, постараюсь по фасту разобрать, нему солить, ну и перейдем сразу к делу, в общем, разбери, пожалуйста, село, флоу не рьет, а они вроде бы имеют хорошие технологии, фундаменталы и пока не на хайпе, хорошо, это, в принципе, достойная причина по поводу того, что пока не на хайпе, мне больше всего понравилось, по поводу село, да, на село Экосиста много проектов, и тот же Кирилл Эйванс также советовал данный проект и многие другие блогеры, ну я-то из популярных назвал, кого я смотрю, я по большому счету ни за кем не слежу, бывает поглядываю Кирилл Эйванса и это все, вот по большому счету, если кому было интересно, в общем, по селу, на данном этапе, как видите, мы отскочили, я рекомендовал также ее закупать в закрытом клубе, как только выйдет за 7 долларов, из вот этого вот накопления, да, которое у нас здесь происходит уже, порядка 4 месяцев, даже 4,5, жду дальнейшего выхода наверх, и ситуация мне, кстати, напоминает монету UTX, можете сравнить практически один в один, или как монета аудио, поэтому, я считаю, ситуация довольно-таки похожая, и в целом монета аудио, но она высокоисковая, если кому было интересно, как только выйдет за 3 доллара, может улететь, вот, я думаю, с этим понятно, по поводу монеты село, перспективная однозначно, имеет потенциал, и в целом, я думаю, себя еще покажет, поэтому не стоит на нее забивать, вот, монета флоу, опять же-таки, там был разлог монет, то есть, там их допечатали, и, естественно, все начали активно сливать, и продолжают это делать, стоит ли ее закупать, опять же-таки, тут уже выбор каждого, стоит, не стоит, в пампе она тут была, в пике, вернее, 88, ну, при пампе, да, вот, сейчас она валится, не знаю, стоит, докупать не стоит, но тут однозначно только долгосрок, если вы готовы ее держать, но я бы хотел бы дождаться пока на какую-то поддержку нащупать, тогда можно будет ее рассмотреть, вот, но если вы ее там стейкайте, держите, в принципе, можно держать, ждать роста, нет, 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 протокол сейчас в хаях находится, смысл нету заходить, то есть, если вы холдите в долгу, можно держать дальше, в принципе, она может улететь еще выше, там, может быть, на 30 долларов, там, может быть, еще больше, то есть, я этого не знаю, так как истории нету, как и по луне, да, когда мы преодолели барьер, там, в 22-23 доллара, сколько тут было в пике, 22, да, вот, ну, и, соответственно, потом уже тут гадать только остается, да, тут тоже было накопление, но я на хаях не заходил, потому что эта вся конструкция может легко обрушиться, как, допустим, это было по битку, и когда коррекция будет, ну, вот здесь, да, никто не знает, вот, по поводу сразу, раз я перешел, ну, давайте еще одну монету, и разберем ситуацию потом по битку, в общем, по йоте, йота тоже недооцененная монета, я говорю, что я жду перехай по всем основным монетам, на данном этапе, как вы видите, нас выкупают в районе доллара, то есть, монета однозначно перспективная, и, в принципе, однозначно я жду ее минимум по 6, а то и 6,5 долларов, поэтому до этих отметок минимум я ее буду держать, и 6 тиксов однозначно хочу по ней взять, здесь тоже имеется накопление, если мы не упадем ниже критической точки здесь, в те же, там, 57 центов, то, в целом, можно ждать дальнейшего роста наверх, в целом, я думаю, по этим монетам объяснил, в принципе, да, вот, по поводу ситуации на рынке, давайте сразу перейдем, там, доминация, вся фигня, то есть, многие ждали, доминация у нас сейчас падает, понятное дело, биток дампят, и доминация, естественно, будет валиться на текущем этапе, но, в принципе, это было читаемо, по большому счету, то есть, я так и думал, что, скорее всего, они 2-3 дня покажут рост, и с утра сегодня показывали, показали рост, опять пролили, опять выкупили, ну, я не удивлюсь, если завтра мы уже увидим, опять продолжение роста и памп, то есть, как это было вот здесь, вот, видите, нас дампят, потом опять вот здесь жесткий пролив сделали, как будто все начали опять ныть, все, летим там на двадцатку, провалили на 20%, ну, и по итогу мы потом еще дали обратно, там, те же 60% и дошли до 69 тысяч долларов на бинансе, поэтому, никаких причин для паники я не вижу, мы даже ниже 40 не закрепились, ну, а 30 я вообще молчу, поэтому, я думаю, мы не закрепимся, максимум, куда мы сходим, это может быть, примерно 35, ну, даже, если мы сходим на 30, главное, нам не закрепляться ниже нее, тогда у нас нету медвежьего рынка и все отлично, дальше, капитализация, ну, в принципе, ситуация, можете глянуть с графиком биткоина 1 в 1, поэтому не вижу смысла, ну, вот, смотрите, вот этот участок, сравните, вернее, можете сравнить с битком, то есть, абсолютно аналогично, абсолютно, поэтому не вижу смысла, по поводу альтов, то же самое, жду, пока не докупаюсь, то есть, кто ждет, то есть, ну, потому что могут еще пролить, ну, и плюс мы докупались на днище до этого, несколько раз, еще там и по эфиру, я помню, советовала, в том же мае, июле месяце, вот здесь вот закупаться, говорю, ребят, эфир пока 2200, докупайтесь в том же закрытом клубе, здесь там по 1500, ну, никто не послушал, как бы, кроме тех, кто в закрытом клубе, остальные, кто на ютубе сказали, фигня, это все, сейчас пойдем вниз, медвежий рынок и так далее, ну, и по итогу можно было заработать даже просто чисто спекулятивно, те же там 2,5х, вот, ну, ладно, тоже дело их, по поводу остальных мне, давайте перейдем, трон, отличный разбор, RTH бар, отрастовый уровень интерната, ну, я так понимаю, интернет, вот, вроде как хороший токен, да и перспективный, напрягает только количество монет в обороте, и что в команде всего 10 плюс человек, и трон, в ваших обзорах фигурировал, но как-то непонятно, типа, рост и все, а почему, ну, потому что данная криптовалюта используется, я уже объяснял в роликах про трон, самое главное преимущество, во-первых, потому что сжигаются монеты постоянно, как по кейку, как и по эфиру, да, и по остальным монетам, у которых, у которых есть дефляционная модель, либо, то есть это 2 на данном тапе, ну, может быть, еще какая-то добавилась, я не в курсе, это сжигание, либо халвинг, вот и все, вот, либо просто у данной монеты ограниченная эмиссия сама по себе, просто эти монеты вольют в рынок, выкупят их крупный капитал, либо кто-то из инвесторов, там, либо мы же, да, и, соответственно, потом их не будет, поэтому, потом они будут за счет этого расти в цене, я думаю, понятно, ну, и трон, самое главное, потому что он используется сети ТРЦ-20, да, гоняют те же USDT, минимальные комиссии, и очень быстро все это переводится, вот, те же USDT, и, в целом, вот это основное преимущество, можете сами зайти почитать, чем он славится, там, и это вам как домашнее задание, ну, и плюс не делала перехай, то есть, я уже говорил, она там стоила, по-моему, 30 центов, или сколько там, 33, могу ошибаться, 30, да, 30 центов, то есть, я думаю, она еще на 5х сходит, сделает перехай однозначно, поэтому в долгосрок отличная монета, вот, по поводу, вроде бы, должна стрельнуть, про XLM One, Лина видел в ваших обзорах, вы говорили про рост и вложение долгосрок, но можно по-конкретнее про Лина, ну, про Лина, я уже отвечал, в принципе, я ее и в средний срок советовал, кто хочет, можно в долгую, то есть, по ней я уже делал, в принципе, разбор, если глянуть полный график, вот, полный график у нас на бирже Хобби, находится она в накоплении, это первое, плюс у нее выходит постоянно новости, которые я также почу в, соответственно, закрытом клубе, да, в своем закрытом телеграм-канале, и здесь в накоплении после коррекции, но если даже взять вот этот участок, мы находимся уже 8 месяцев, и как только она выйдет за 8 центов, тем более, там, за 16, то она может очень хорошо улететь, поэтому я жду возвращения, как минимум, к этим отметкам, это порядка 4, там, 4,5х, я думаю, что мы еще сходим, вот, поэтому монета DeFi проект, много там, можете зайти, почитать, играли у нее там на сайте и так далее, поэтому перспектива есть, плюс находится на днище, вот, я думаю, с этим объяснил Ашбарк, опять же таки, если закупать, частично в долгосрок, но я лично смысла сейчас не вижу, то есть, может ли она дать выше 45, даст однозначно, я думаю, вот, то же самое, как и у One, похожие, похожие графики, можете даже сравнить, вот, плюс-минус, поэтому, или как у того же геля, да, гелиум, хелиум, HNT, у которого, кстати, халвинг был, поэтому я ее скидывал, по-моему, вот здесь вот на пампе, вот, и, соответственно, не помню, то ли здесь, да, вот здесь, в районе 30 баксов я ее скидывал, вот, и, соответственно, тоже хорошо заработал, потому что мы ее в закрытом клубе еще вот здесь добирали в марте, вот, поэтому, ну, то есть, если вы закупали вместе с нами, можно было здесь заработать 2х, но если вы закупали вообще здесь, то можно было взять те же, там, 7х. Вот, поэтому такие дела в целом по монете HBAR, долгосрочная монета, тоже перспективный проект, у них там запуск по-моему сети был или еще чего-то, я уже не помню точно, можете на CoinDark зайти, сайт и посмотреть по хронологии фундаментальных новостей, там по событиям, вот давайте пофасту к другим монетам, разбери пожалуйста миф, ну миф, опять же таки я помню, PAM был, сейчас уже заходить поздно на данном этапе, может ли дать иксы, может, но риски высокие, да, Mines of Dalarna, перспективная монета, то есть я ее тоже докупаю, но опять же таки в долгосрок и как высокий риск, либо опять же таки на какой-то мощный памп, если он будет, либо соответственно в долгую оставлю и пускай лежит, вот, поэтому, ну в принципе я думаю, когда будет альтсезон, она тоже выстрелит, потому что перспективный NFT проект, уже проверенный многими сервисами и соответственно, я думаю, перспектива имеется как у TLM, а как у Alice и так далее, вот, ну SLP единственное, я сейчас не рекомендую закупать, потому что там инфляционная модель, а не дефляционная, потому что монеты печатают и все их активно сливают, вот, им надо, разрабам что-то надо будет сделать и тогда только проект восстановится, GTO, но опять же таки надо было скидывать на пампе, если не скинули, ну ждите теперь пока пропампятся в очередной раз и можно будет выходить, потому что проект тоже высокоисковый, вот, на долгосрок, ну не знаю, рисковые проекты, поэтому на долгосрок, разве что дар можно оставить, и то если верите сильно, вот. Спасибо за инфу, интересно твое мнение по поводу кошельков, траст и так далее, токенов, самых топовых бирж, я уже делал разбор токены бирж, отдельный ролик на канале есть, то есть, как оно, биржевые токены называется, можете написать на канале, вот, многие за год отдали 500-1500 роста, ну тот же Avalanche там, я не помню сколько дал, 30x или больше, ну я могу ошибаться, наверное, больше, вот, та же луна там тоже мега икс их дала, и остальные монеты там, тот же Axe Infinity, там за год, полтора или там тот же Sandbox, можно было озолотиться, и, соответственно, раз биржи топовые, значит, больше людей заходит в крипту, тем больше будет рост этих токенов, ну, с одной стороны, да, но это не стопроцентный показатель, то есть, это не значит, что, типа, если они показывали рост до этого, то они покажут такой же, ну, опять же таки, такой же сильный рост, они-то рост покажут, но уже не такой сильный, как до этого, потому что многие, естественно, смотрят на какой-то монету, монету по типу там фиды, или еще чего-то, или еще какие-то, или того же BNB, и думаю, что вот, типа, я сейчас закуплю BNB по, там, я не знаю, 400-500 баксов, и он там, я не знаю, на 4000 долларов через пару месяцев улетит, но не будет такого, вот, поэтому нужно это понимать, я думаю, с этим разъяснил, по поводу биржи ворк токенов, отдельный ролик на канале имеется, вот, поэтому, дальше, GTO, ну, я разобрал перед этим уже, ответил, вот, недавно купил ABCH, лежит на дне, жду обновления, Макс, как считаешь, сможет ли эта монета себя показать? Да, сможет, потому что у нее будет еще халвинг, не помню, в 23-м, или в 24-м году, можете зайти на сайт NiceHash, можете написать в гугле NiceHash NiceHash.com, и там NiceHash Countdown, и, соответственно, там будет написано, сколько до халвинга биткоин кэша, ограниченная эмиссия, опять же таки, у BCH, и плюс это форк биткоина, вот, поэтому BTT, обратил внимание, потому что заходили объемы на дневке, ну, BTT, это BTT, у нас децентрализированный интернет, там обменник файлами, да, то есть торрент, и, ну, как бы, как они это говорят, что это анонимно, все, понятное дело, если кому надо, ну, как бы, они и так узнают, вот, поэтому перспектива есть, сейчас находится тоже в накоплении, неплохо смотрится, поэтому, кто хотел взять перспективная монета, но, опять же таки, в долгую, кстати, тоже на трон и к ассистам сделано, вот, по поводу трона спрашивали, вот, почему криптовалюты считаются высокоисковыми инвестициями, ну, вкратце, если ответить, то, потому что слишком большой процент прироста, и большой процент того, и большая вероятность потерять, чем заработать, поэтому высокоисковые инвестиции, если хотите, ну, понятное дело, что нигде гарантий нету и халявы, ни в фондовом рынке, ни в жизни, в принципе, да, там, ни в каких-то банковских вкладах, тем более, да, там, либо в пенсию, либо там еще что-то, ну, то есть, надо понимать, что халявы нет, и надеяться нужно только на себя, но, опять же таки, даже если вы будете там создавать бизнес, либо инвестировать, то риски все равно имеются, и надо брать на себя ответственность и понимать, что ты можешь все потерять, либо какую-то часть потерять, вот, поэтому в любом случае, допустим, если кто рекламу закупал, то понимаешь, что если ты купил там рекламу, то часть средств ты можешь потерять, потому что реклама не окупилась, в одном месте ты там заплатил копейки, и тебе офигенный приход был, да, по подписчикам там, и по просмотрам, и так далее, ну, я не заказывал, я просто, как пример своих товарищей рассказываю, вот, потому что я на органическом трафике поднимал, вот, поэтому, что Телеграм, что Ютуб, вот, то есть в рекламу я ноль инвестировал, по большому счету, и, соответственно, поэтому нужно понимать, а в другой момент ты можешь инвестировать, там, я не знаю, несколько тысяч долларов, там, и по итогу выхлоп нулевой, поэтому, ну, это уже зависит от способов, то есть надо диверсификацию делать везде, вот, поэтому, надеюсь, ответил, хотел услышать мнение от JVT, хороший проект, недавно залистился, ну, и, я же говорю, крипта такие проценты дает, которые не дает ничто, то есть риски высокие, особенно, если вы трейдите, занимаетесь фьючерсами, там, такое, если вы не инвестируете в долгосрок, там, купил и забыл, там, либо в средний срок, вот, то, естественно, риски куда выше, потому что вы соревнуетесь с другими игроками, а так вы, ну, с покупателями, с продавцами, с другими трейдерами, а так вы купили, и кому-то потом продали, да, и все, кто купил по вашей цене, вот и все, ну, это тоже можно расценивать как трейд, да, потому что ты купил подешевле, продал подороже, но это такой долгосрочный, вот, неважно, как это все называть, главное, заработать на этом, вот и все, поэтому, хотел бы услышать мнение JVT, хороший проект, недавно залистился, думаю, на долгосрок показать неплохие иксы, ну, я не увидел там особо причины, но, опять же-таки, нужно понимать, что просто так абстрактное мышление, что, типа, вот, он там залистился, но на трейдингвью нету, поэтому сои не могу глянуть, вот, вот, поэтому, соответственно, по JVT, если только залистился, ну, я бы посоветовал бы сразу не заходить, вот, потому что это слишком рискованно, пускай она хотя бы недели-две отстоится, покажет себя, XLM будет, AirDrop, есть ли смысл сейчас докупать, но если хотите участвовать в дропе, у вас нет XLM, а тогда стоит, если же ждете, что какой-то бешеный памп будет, ну, там, если он и будет, то это, я уже обсуждал, пампы на новостях, это 5-30% максимум, вот, и то не факт, может вообще монета валится, если рынок будет падать, поэтому это зависит еще от того, насколько наплыв людей будет, и насколько крупный капитал позволит это сделать, вот и все. Вот, что думаешь насчет Чилиза, в долгосроке все команды могут иметь свои собственные токены, и должна взлететь. Ну, по поводу Чилиза, он появился еще хэнс, знает, когда, то есть мы зарабатывали еще в феврале месяце, и, соответственно, я как раз уже рассказал, как я просрал 40 иксов, что на Сенде, что на Чилиза, но если на Сенде я хотя бы продал по ТХ, то Чилиза я забыл просто закупить, вот, хотя порекомендовал его. Вот, поэтому по Чилизу, я думаю, перспектива есть однозначно, накопление, как видите, мы не падаем ниже, поэтому в долгосрок токен перспективу однозначно имеет, но это должна быть одна из, понимаете, потому что такой проект, ну, опять же, такие риски, я считаю, тут, ну, средние, я бы даже сказал, чуть выше среднего, потому что низкие риски, ну, это в таких монетах, как там Zcash или еще какие-то такие, вот, а в таких монетах нужно понимать, что, ну, как бы, может скомануть, поэтому надо понимать. Бот, поэтому, стоит ли заходить в ОК сейчас, если он скорректировался в два раза после пампа, сейчас на дне, ну, как на дне, то есть он только залистился, он даже свое дно не нащупал, до этого Безетрикс называлась, и поэтому, так как он сейчас бесконечно падает, я бы лучше подождал бы, поэтому сейчас бы не заходил. Хороший потенциал, я не спорю, я тоже держу данные монеты, я получил свап, я не скидывал на вот этом пампе, хотя мог, и типа, мог хорошо заработать, но, как бы, я тогда прозевал этот памп, именно листинг, да, вот, поэтому в крипте все надо делать свое время, и даже если ты удачно инвестировал в какую-то монету, то нужно понимать, что надо все делать вовремя, особенно вовремя продать, что самое главное, вот, поэтому, ну, я думаю, монета себя еще покажет, если она будет стоить выше, там, 1,8, и тем более 2 долларов, то я хорошо подыму на этой монете, и кто держит ее тоже, вот, поэтому, я думаю, тут понятно, вот, один блогер топил и топит за АФ, я так понимаю, за АИФ, и по его словам, решил свой намайненный, намайненный ЕТЦ немного поменять и купить, и сейчас, естественно, просадка, стоит ли откупать или же оставить ЕТЦ, хочу мнение о той и другой монете, не знаю, АФ, я так понимаю, то ли АИФ монета, ну, я уже отвечал, выход за 5-6 центов, ждем роста, в принципе, хотите докупать, можете докупаться в долгосрок, опять же таки, надо понимать, что надо ждать, плюс, там, в конце января у нас дебетовая карта запускается, я не думаю, что это прям памп, что, типа, вот, дебетовая карта, монета Бух улетела, нет, но это как один из дополнительных факторов фундаментальных, вот, ЕТЦ, опять же таки, на хороших отметках, если, конечно, упадет вниз, будет печально, но, в целом, я надеюсь, его не прольют, и, в целом, должны удержать, посмотрим по ситуации, как это будет, на самом деле, и, в целом, я жду дальнейшего роста, накопление после коррекции тоже отличное, то есть, у нас здесь порядка, там, 8 месяцев уже, и я жду однозначно выше 200 долларов при следующем альтсезоне и пампе токенов, вот, ну, пампе альты, ЭЛИС, разберите, она еще не стреляла, этот токен везде рекламируют многие блогеры, вы в том числе, но я бы не сказал бы, что я рекламирую, я просто порекомендовал, но, опять же таки, как один ИС, и это высокорисковый токен, я уже отвечал это, вот, что, если вы вкладываетесь, такие токены, как TLM, как SLP, как там ЭЛИС, и любой другой высокорисковый, там, по типу SHIBA, DOGI, там, и так далее, которые высокорисковые, должны понимать, что вы можете потерять на них бабки, вот и все, можно как хорошо заработать мощные ИСИ, так и потерять, точно так же, как и AXIE Infinity и SEND, то есть, какие там, какой бы там крутой фундаментал не был, по большому счету, монеты растут из-за веры людей и популярности токена, вот и все, вот, поэтому, я думаю, с этим понятно, по ЭЛИС, опять же таки, в хорошей зоне поддержки, то есть, я уже рассказывал, я докупаю данную монету, и докупал до этого, и по 14, и по 12, и по 11 долларов, и по 10, вот, поэтому, на текущем этапе, тоже неплохо смотрится, если считаете, что монета имеет перспективы, то, в целом, почему бы и нет, и, в целом, можете закупаться, самая жирная зона, конечно, вот здесь, спустят ли сюда, но, если спустят, я докуплюсь тоже частично, вот, поэтому, жду однозначно, выше 30 баксов, и, думаю, данная монета тоже, очень перспективный проект, потому что, насколько помню, там, мобильное приложение еще должны будут запустить в 22-м году, и монета себя еще покажет, вроде, мало монет разобрал, но уже на 18 минут вышло, ладно, давайте ускоряться, в общем, по Элису сказал, разберите кейк, непонятно, почему при такой развитости монеты, она у тех же границ, ну, чтобы крупный капитал мог набрать объемы, если вкратце, то есть, чтобы крупный капитал мог набрать монеты, естественно, хомяки их будут скидывать, особенно, если нас прольют куда-то вот сюда, с квизом, да, все это крупный капитал выкупит, ну, и потом полетели наверх на перехай, вот и все, поэтому тут простое объяснение, крупный капитал хочет набрать все объемы, чтобы потом эту монету запустить в космос, когда будет очередной сезон, вот и все, поэтому, ну, вы бы сделали то же самое, я думаю, с этим понятно, вот, поэтому, тем более, там монеты сжигаются, монета перспективного своего дна, вот, разберите монету The Crypto U, хорошие партнеры проекта, ожидается, ПВЕ сократили объем добычи токена, не знаю, что за монета The Crypto U, ну, давайте зайдем на, соответственно, CoinMarketCap, и посмотрим, может быть, монета какая-то действительно перспективная, впервые слышу, на самом деле, но обычно, когда мне говорят перспективная монета, понимаете, это не то, что у меня какое-то клише, что типа монета говно, да нет, но просто, по большому счету, перспективная монета в каком плане, что она высокоисковая, то есть, ну, вернее не так, что люди посмотрели фундаменталы, подумали, что вот монета, если она стоила до этого там 20 центов, и сейчас она на днище, ну, мне кажется, ну, как-то сомнительно, нихера не написано на CoinMarketCap, это и 500 места, не залищено на каких-то популярных биржах, на МХА обычно высокоисковые какие-то проекты листятся, вот, ни на ХОБИ, ни на ОКЕКСе, ну, поэтому проекты, я скажу так себе, уже если даже по первому взгляду, поэтому, если как-то будет развиваться, и какая-то инфа будет, и объем в день 757 миллионов, и опять же таки, это цифра, я не знаю, насколько она достоверна, и капитализация не написана, ни оборот, ничего, поэтому, ну, я считаю, что смысла нету, а там уже, как считаете нужным, проект высокоисковый пока, слишком на данном этапе, вот, по поводу, в принципе, в тех только БТЦ, комп не увидел, ну, комп, в целом, я уже отвечал, то есть, находится тоже у своего днища, если видите перспективу, тут, опять же таки, если брать эту монету, то в долгосрок, и плюс сотрудничество там с Эксодосом, вот, я думаю, с этим, понятно, Альпака залетел на полкотлет, и понравился проект дефляционной системы, хотел бы увидеть теханализ, но Альпака тоже, высокий риск, я уже отвечал, продолжает валиться, видите, перспективу можете держать, но, опять же таки, надо понимать, что, мне кажется, что по монете труба уже, может ли она выстрелить чисто случайно, вот так может, может быть, я ошибаюсь, она там сходит еще сюда вниз, потом выстрелит и так далее, вполне допускаю, но проект высокоисковый, надо понимать, это вот, что это, ну как бы, маленький процент, вот, я думаю, с этим понятно, вот, желтые точки на сайфа, интересно, твое мнение, я так понимаю, это индикатор, ну давайте по-бегому, опять же таки, Фил я уже разбирал, долгосрок отличная монета, гоискера закупает, уже отвечал, AMDX, скам монета, не знаю, но это лично мое мнение, потому что бесконечно не сходить, может она отрастет, я верну свои слова обратно, но я ее закупал еще вот здесь вот, поэтому, ну как бы такое себе, и бесконечно она падает, хрен его знает, SLM, не знаю, нету на трейдингвью, к сожалению, не могу глянуть, спарта, спарта, монета спарта, ну давайте глянем, я так понимаю, вот это что ли, ну если к BNB, высокорисковый проект, тем более к BNB торговать, раз она зависит, ну то есть вы понимаете, то есть цена самой монеты, плюс еще самого BNB, тут нужно это понимать, если BNB будет валиться, да, если BNB растет, то эта монета будет расти, поэтому, ну можете глянуть видос на канале, как так говорить к BTC, либо к USDT, но это в принципе одно и то же, что к BNB поименима, что к эфиру, там и так далее, что к XRP, там неважно, вот, Sun, хоть это монета Джастина Сана, там и на Tron ecosystem, на экосистеме Tron, я считаю смысла нет, после деноминации, что-то она вообще сдохла, поэтому, такое себе, вот, а по поводу индикаторов, это все работает постфактум, надо это понимать, CRU монета, ну не знаю, забавное название, совпадение не думаю, поэтому, ну валится, я бы сейчас не заходил бы в нее тоже, вот, стоит ли продавать Vistron с ростом, так как Джастин Сан ушел с проекта, отдельный ролик был на канале, он не ушел, он сказал, что он меньше Tronu Веймини будет посвящать, отдельный ролик на канале, там я подробно все это разобрал, и там даже примеры в Твитто есть, что он сказал, никуда он не ушел, вот, потому что люди услышали звон, не знают где он, по большому счету, вот, почему Evans в каждом видео почти советует закупать монеты, он закупает в долгосрок, и советует закупать в долгосрок, и он даже упоминал это, что если он советует на хаях, я опять же таки не советую на хаях, но у меня такой принцип, то есть я не вижу смысла в этом, я говорю, что лучше докупать на коррекции, но, он уточняет, что если вы закупаете на хаях, если вы готовы, во-первых, первое, закупать в долгу, и второе, если вы готовы усоединяться, и докупаться по более низким отметкам потом, а не так, что вы залетели на хаях, и ждете там бесконечного какого-то роста, Вот и все, он же это подразумевает Он не всегда об этом упоминает, но Можете найти его ролики и в принципе посмотреть Поэтому, если вы готовы держать в долгую То, понятное дело, он скажет, что Без разницы, когда закупать ту же монету СРО или любую другую, что Вы закупили, к примеру В том же ноябре ее здесь, а там через год Она, к примеру, уже стоит, я не знаю, 2 доллара Или там доллар, или там 10 долларов Неважно, ну, к примеру, я так абстрактно взял Я не знаю, сколько он будет стоить Вот, поэтому И, соответственно, понятное дело, ты все равно будешь в плюсе Но в идеале дождаться коррекции и не залетать На хаях, ну, это мой принцип, а там уже, как считаете Нужным, он с этой точки зрения, что вы готовы Еще, то есть, если вы даже случайно залетели Там, либо взяли в долгую, не смотрели На график, не разбираетесь в теханализе, либо У вас нет своего ментора, который вам Советует, там, либо тот, кто У кого вы смотрите рекомендации, то, соответственно Вы просто Потом еще докупите здесь, здесь, там, здесь И так далее, с этой точки зрения нормально И у вас средняя цена выйдет где-то вот здесь То есть, вы здесь, 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 там Закупились и средняя у вас вот здесь вот выйдет Вот и вся суть Он это имеет в виду А если просто на хаях вы закупили и ждете у моря погоды Что там через две недели будут иксы Или там сегодня закупил, вчера забрал пейбль Ну, такого не будет Вот, GTO уже миллион раз меня просили Я сказал, высокоисковый токен Но, опять же-таки, заходить смысла я не вижу SLP, высокоисковая монета продолжает валиться Если они не исправят вот эту инфляционную модель Потому что все монеты, что люди зарабатывают в данной игре Они их скидывают Вот и все То же самое, как и по монете Чи А все, что монеты люди майнят, они их продают Поэтому сомнительная тут тема Вот, я уже ответил OMG, интересен продукт, вложился, интересно твое мнение Ну, опять же-таки, я, конечно, сегодня сделаю поблажки Но это последний раз, потому что Люди пока еще не поняли, как писать причины Но в следующий раз, если будет такое Размыленное понятие Ну, типа, закупил монету, подскажи Ну, как бы это не причина Вот, по большому счету Ну, я имею в виду с точки зрения фундаментала Почему заинтересовала монета Либо там с точки зрения теханализов Почему я спрашиваю? Потому что мне интересно, почему люди спрашивают за те или иные монеты Понятное дело, что все хотят заработать Ну, цель основная одна Но почему именно эта конкретная монета? Почему, к примеру, OMG, они там, эфир или там, я не знаю, BNB Или там, любая или та же GTO, что у меня спрашивают Вот, поэтому Мне просто интересно, я подбиваю статистику Вот, поэтому По поводу OMG, опять же таки Сейчас она скорректировалась хорошо После аэрдропа ее жестко начали сливать Да, минус 70% коррекции В долгосрок можно, но монета медленно ходит Поэтому надо понимать, что тут Ждать придется, ну, долговато Вот, поэтому только в долгосрок, если и брать Вот, поэтому проект перспективный Ну, перспективный, но надо понимать, что Мега-эксов тут не будет, но это мое мнение Судя из того, что было до этого Вот, Сатор, не знаю, что за монета Сао Сатор Вот, Сатор, без понятия, что за монета Ну, если посмотреть на данном этапе Сейчас она валится, если к эфиру, ну, такое себе Вот, построена Солана, Экосистем Не знаю, Сатор, я так понимаю Вот эта Монета, как она там, Сао, да? Вот, ну, опять же таки, посмотрим сейчас Сао, Сао, Са, Лан, Экосистем Ну, то, что там Са, Лан, Экосистем Но она залищена только на Гейтео и На Юнисмап и на ЗТ Если залистится на какие-то, да, эмиссия ограничена В 500 миллионов, может быть, перспектива есть Я ошибаюсь, и тут она в накоплении Ну, пока не знаю, сомнительно, сомнительно Для меня лично, видите, перспектива, но, опять же таки Как высокий риск Разбери суши, причина, сижу на фьючерсах с 2х Ну, опять же таки, если вы ждете халявы на фьючерсах Либо в трейдинге Нужно понимать, что на фьючерсах стоит лезть Если у вас есть свободные бабки, чисто поиграться Я об этом тоже в курсе говорил, в том числе В своем Вот, поэтому это, опять же таки, высокоисковое Все баловство, по большому счету Если вы не занимаетесь этим профессионально И не готовы, то смысла туда даже лезть нет Потому что многие думают, что они сейчас зайдут на фьючерсах И заработают миллионы Может быть, да, но по большому счету вы потом Больше сольете, либо потом в минуса жесткие уйдете Вот и все Поэтому суши, только долгосрок Я уже отвечал, жду выше 20 долларов однозначно Вот, а по поводу фьючерс я не торгую Поэтому тут не подскажу Если вы ждете, ну, могут ли свозить ниже Конечно могут Ну, поэтому надо понимать, во что вы ввязываетесь Вот, можешь посмотреть Айон Монетка в накоплении Компания скоро создаст новое третье поколение технологий блокчейн Может быть, но я отношусь к высокому риску К данной монете То есть, если выйдет за 25 центов Может выйти и помпануться Поэтому вполне может быть У меня немножко ее тоже есть И тоже ее советовал Но как высокий риск, опять же таки напомню Вот, Монеро как-то так получается Что эту монету постоянно так сильно кошмарит От 180 до 220 Без понятия Крупный капитал так решил, значит Непонятно, почему она показывает лучший рост Чем у братьев Дэш и Зеткэш Ну, я бы не сказал бы Зеткэш до 300 долларов Недавно со стаили со 120 Подлетел Вот, у которых ограниченная эмиссия Вот, ну, Монеро тоже анонимная монета Как и остальные две вышеупомянутые Поэтому на данном этапе она отскакивает И, естественно, крупный капитал Просто вот так вот набирает позицию И если глобально на все это взглянуть И включить логарифминическую шкалу То это просто набор позиций в канале Вот и все Поэтому, как только она выйдет за там 340-300 долларов Она улетит Она перехай уже делала Она перехай уже делала То есть, надо это понимать И она уже переплюнула 2017 год То есть, там было, грубо говоря, сколько? 517 Но, в целом, я думаю, она себя еще покажет И я ее тоже немножко докупаю В долгую Но больше беру Dash Потому что И Zcash Потому что у Zcash там Холвинг, ограниченная эмиссия И плюс там Ну, куча всего Можете найти ролики на канале На канале я уже объяснял Куча фундаментальных причин Поэтому И плюс они перехай еще не делали А Монеро делала Поэтому я больше акцент на Zcash и Dash делаю На данном этапе Вот Если из этих трех выбирать Поэтому По поводу того, что ее так кошмарит Без понятия абсолютно Ну, то есть Одна из причин Это крупный капитал Возит ее И собирает позиции Вот и все Боют хомяков Насчет Laceo Ну, Laceo раздавали Я помню ее Я не помню Скидывал, не скидывал По-моему, скидывал К битку, что ли Сейчас она валится Опять же такие Ну, фантокены Ну, как-то они заглохли Сейчас их активно продают И как-то эта тема вся В 21-м году Они как-то были популярны Как тот же Chiles, да На базе которого Это все сделалось Ну, и, соответственно Был Pump И потом Как-то они сдохли По большому счету Ничего по ним Сейчас не происходит Поэтому я бы Не лез бы в них сейчас Крайне не советую Слишком рисковая тема Поинтересоваться за шибу Хотел узнать твое мнение Насколько может вырасти После обновления Метавселенной Ну, я без понятия Насколько она может вырасти На самом деле Если исходя из истории То есть Потому что эта монета Непредсказуемая Она растет на хайпе То же самое, как и доги Да Но если исходить из того, что было Ну, однозначно Я думаю, 2 ТХА по ней Забрать можно будет Стоит ли лезть сейчас Опять же таки Она не сломает тренд Пока она не зайдет За 2000 Вот здесь Вот я отметил Там 258 Вот Поэтому я думаю Она себя покажет И в целом Монета перспективная В плане Высокого риска Да Вот Перспективная В этом плане Если Плюс сжигания Там по ней было Я видел еще Да Ну, монета Высокий риск Надо понимать, что это Ну, те, кто там ждет Я не знаю По 10 центов По центу Или чуть ли не Чуть ли не по доллару Вы должны понимать, что эмиссия не ограничена И даже несмотря на сжигание Все равно монет сейчас Ну, реально до хера То есть Поэтому Надо ждать роста И надо понимать, что монета Ну, тут я не знаю Сколько тут 500 500 гуглов Или сколько это 500 триллионов Или триллиардов Вот Поэтому На данном этапе Я считаю, что слишком Ну, как бы Хоть тут есть аудит от сертика Но это не значит, что это Не высокоисковый токен Понимаете Вот Поэтому Нужно всегда Фильтровать информацию Ну, критическое мышление Тоже подключать Поэтому Может ли показать Долгосроки Может Может быть Она там станет Из мем токена Каким-то перспективным Как и доги Собираются там Что-то мутить Там и так далее Но Опять же таки Надо понимать, что риски Все равно высокие Вот Я думаю, ответил Вот С валютой какая-то Нездоровая хрень Понятное дело Щиткоины могут падать